У нас сегодня здесь такое мероприятие от клуба КПД, которое называется «Проза жизни». То есть осознав суть КПД, осознав полноте собственной никчемности, умение подавать продукт души, как наше творчество, причем любое самовыражение. Мы решили собраться в круг, то есть все те люди, которые недовольны собой. Это очень важно для художника задавать себе этот вопрос. Доволен ли ты собой взыскательный художник? Я собой недоволен никогда, а с ним не хочется. Значит, есть сила более могущественная, чем моя собственная. Профессионалы. Мы приглашаем этих профессионалов. Вот был у нас Борис Григорьевич Херсонский, 11-го числа будет Хаид, Влада Ильинская в эту среду, Бушлатов, Ефремов, Бревис, Гринчук, те люди, которые уже, ну, они и создали себя. Мы их приглашаем, даем им право выступить в диалоге, пытаем их, спрашиваем, что нам с собой делать, делимся собственным опытом, читаем сами. Ну, как-то вот в процессе мозгового штурма. Наташа Буськова, с актерским мастерством у нас работает, ловец жемчуга, она же Наталья Калашникова, ставит нам дак, фельдхарей, правильную постановку речи и так далее. То есть, вот такой процесс работы над собой, постоянный. У нас сегодня вечер посвящен прозе жизни. Как следствие, можно предположить, что мои рассказы тоже выдержаны в этих рамках. А проза жизни, она может быть разной. Она может быть страшной, может быть смешной, может быть сюрреалистичной, может свести вас с ума, не дать вам заснуть, или наоборот усыпить вас. Спать он не любил, ведь сон так похож был на смерть. До рассвета снежную пустоту выходил он, и крик его отражался от стен гребенного города. А я один на целом свете, во тьме и в космическом пространстве. Скоро и мой черед придет. А я ведь не продал еще ни одного зрада. Зовут меня Моня. Фамилия Рикун. Через фиг. Рикун. Я сегодня буду представлять один из своих рассказов. Я решил, что раз речь носит название проза жизни, то нужно читать что-то жизненное и до воли всем знакомое. Поэтому я буду читать рассказ о нашей медицине. Я как-то раз читал на сцене свой рассказ, довольно длинный, опять о жизни. На Моаге он был достаточно смешным, казалось не смешной и забавной. Но когда я читал его на сцене, оказалось, что люди заскоры на середине, потому что он длинный. Поэтому я взял сегодня свои единственные три маленьких рассказа. Посмотрим, что получится. Окна выходили во двор, где челик жила. Так что с улицы никто не видел, как голый Гоголь дергался в окошке. Шел он как-то по-непскому за рыбой. Глядь, а на встречу граф Толстой. Тише, чел, чел. У меня тоже, в принципе, жизненный рассказ о, в принципе, реально существующих людях. Просто они в такой немножко абсурдной форме. Реальная история, но в общем-то абсурдной форме. Лишь что-то кольнуло между лопатками. Это, наверное, сигнал, думал Гриша, что мне пора в зал. Надо качать бицепс, трицепс и дельту. Надо качать трапецию. Ну, читать я буду разные рассказики графоманские, которые прут из меня, в общем-то, за страшной силой. Ну, на самом деле, это такие акинские штучки абсолютно, которые, ну, что вижу, а то он поет. Как по мне, чем реже мы сталкиваемся с бывшими людьми, тем лучше. Хаем вот перманентно работников клопищенского бизнеса за поборы. А сами-то пошли бы облагораживать несвежие трубы за место торчания в фейсбуке из уютного офиса, а? Ну, вот, вот так. Здравствуйте. Ну, со Стасом я знакома давно. Для дебюта очень даже классно, все свои. Я знаю, что точно здесь есть хотя бы один человек, что это потом скажет. Все будут выполнены. Я вот прям всеми фибрами своей чертой души. И как-то так учу, что он распался. После этого мы долго думали, что же дальше будет. И потом пришло КПД. Моня сегодня не в спортивном костюме в первый раз. За что я обращу ему отдельные аплодисменты. Он учитель, преподает историю. Когда люди пришли, они начали думать, что это дать. И так создалось КПД, коэффициент полезного действия. Фискультура навязана. Преподает историю, фискультура навязана. Я согласна с Монейными словами, что без Стаса мы воспринимаем. Я просто стал, я просто знал свою маму, которая меня науганчивая. Интересные люди приходят. С интересными людьми общаемся. А так как у нас вечер просит название «Производство жизни», я хотел что-то жизненное прочесть, что знакомо как. Я считаю, что они достойны больше, чем намного. В проходном дворе их оказалось немного. Человек восемь. Молодые, неорганизованные, но уже знакомые с моими припадками собственной значимости пацаны со двора. Я пишу стихи под влиянием других стихов. На техсовете сказали, что до первого сентября затронет эту тему и в дальнейших своих домах я пишу ужасов. Молодые, неорг оказалось сравнительно меньше. Пиццо сказало, что ж ты натворил, Стасик. Ну что же ты, животное сука, я тебя съем. Я тебя на всю жизнь. Ты покойник, а мой папа генерал. И тебе пизда, и так далее. Но с тем, что мне пизда, я свыкся еще лет в 17, когда мне сказали, что мне жить вследствие тяжкого вируса года полтора. Ну или пол неизвестно. Но очень страшно мне тогда стало. Ну очень даже.